И этот фен используется, когда, видите, здесь написано, что когда очень жарко, ты наливаешь сюда вниз воды, и вот так вот здесь подключается на батарейках, и это опрыскивает, и тогда становится не жарко. И вот еще такой же фен, только, я бы сказала, более фиолетового-розового цвета. Следующий я купила вот такой вот рюкзак, это, я бы сказала, более мужской. Здесь, видите, это сюда вставлять бутылки, здесь кармашек, в общем, Adidas. Это я купила для сына, это если мы поедем в отпуск, и, знаете, если когда идешь на какую-то экскурсию, я считаю, что это очень удобно. Он не большой, не толстый, он такой, знаете, легкий, так что, я считаю, а цена вообще была обалденная в секонд-финде. Следующий я купила вот такой вот кардиган, это женский. Это 100% шерсть, здесь рукава, знаете, такие, я бы сказала, по локоть. И это от компании Allen Fisher. Следующий я купила вот такие плавки, мужские. Это от компании Reebok, и они такого камуфлажного цвета. Так что, вот такие плавки здесь носят в Штатах. Следующая, это такая водолазка от компании, это мужская, от компании Peter Millar. И, как видите, она новая с Ирлаком, ценов 98. Но я ее покупала в секонд-финде, здесь сзади тоже вот этот вот логотип. Единственное, что здесь какая-то вышивка, это не соответствует этой компании Peter Millar. Ну, я это, конечно, укажу, но я думаю, все равно такую купят, потому что она новая. Следующие, это тоже мужские плавки. И тоже от компании, как видите, Reebok. Такие симпатичные. Сейчас зад покажу. Вот такие вот. Следующая, я купила это себе, это на лето. Я посчитала, что если поеду в отпуск, можно одеть такую блузу, допустим, с легкими леонными белыми шортами. И будет неплохой вид. Это никакая не фирма. Я ее купила, потому что, я не знаю, я посчитала, что она классная. Следующая, я купила такую, как водолазка. Я считаю, что это ТАП. Здесь, по-моему, лен с чем-то смешан. В общем, классный цвет такой. Знаете, такие базовые цвета. И вот это вот базовая такая вещь. И это то, что компания Винс, она, эта компания выпускает все в таких тонах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Следующая это такая, тоже я бы сказала как базовая, она идет под углом на один угол, этого здесь не видно, но это где-то 80% лен и еще с чем-то смешан от компании Айлен Фишер. Очень классная вещь, но под нее я считаю нужно одевать такую базовую белую или черную маечку и сверху вот эту вот, потому что эта вещь, она конечно же преосвечивается, здесь этого не видно, но она преосвечивается. Субтитры создавал DimaTorzok Следующие это такие мужские штаны и они висели на вешалке, что здесь классного, что здесь видите это на молнии, что их можно отстегнуть и это будут шорты. Это от компании Columbia, Columbia PFG, такие классные штаны, но что еще класснее, сейчас вам покажу, что когда я засунула свою руку, то я увидела, что они полностью новые с ярлыками и магазина их цена видите. 45 и вот такое вот я нашла в Second Handy. Это я купила своему сыну, это такая водолазка, я вообще считаю, что она выглядит как новая от компании Under Armour. В США это известная довольно спортивная компания, такая же известная как Nike, так что я считаю, очень классно. Следующая я купила вот такие вот мужские шорты, они сделаны в полоску, но эта полоска как выпуклая и такая ткань имеет свое собственное имя. Эти шорты, я уже этой компании шорты мужские продавала, поэтому я знаю, что их купят. Хотя я считаю, знаете, у каждого человека свой вкус, кто-то посчитает, что это что-то не то, кто-то посчитает, что они классные. Это от компании Brooks Brothers. Вот здесь вот это имя. Вот такие вот мужские шорты. Следующее, это я уже вам показывала, когда я была в Second Handy, это или платье, или это туник женский. Оно идет, это платье туник с вот этой вот цепочкой, здесь такой кулон, как бабочка, да. И вот это вот, знаете, оно как накидка, знаете, сзади, как кейп. И здесь вот так вот идет, и сзади, сзади пол спины оголенных, оголенная спина. ПОЗИТЕЛЬНЫЙ ПИС МИСТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Следующие это женские такие для бегунов, я бы сказала, шорты, обычные от компании Nike. Как видите, цена их была где-то 2,25, потому что мы платим налог. Здесь у них нет сетки, поэтому под эти такого, я бы сказала, салатного цвета нужно, конечно же, одевать нижнее белье желательно. Следующие это вот такие вот штаны от моей любимой компании, от компании Chicos. Здесь внизу можно затянуть, как видите, и это из плащевой ткани, и эта линия в компании Chicos очень-очень популярна. Эта линия называется Zenergy. Следующая я нашла, это висело между всей одеждой, не то что это вывозили. Это такая флисовая, это мужская, от компании Tommy Hilfiger, как видите. Здесь написано Cold Stop, я не знаю, что это означает. Ну как, Cold Stop означает, что это останавливает холод, но что она именно делает, я не знаю. Она довольно толстая, ее нужно будет почистить. И с такими большими буквами Hilfiger, видите. Здесь мы видим вот эти две полоски. Здесь вот это вот логотип на этой молнии, да. Здесь сзади тоже надпись. И вот такая вот. Так что я считаю, что очень классная. Следующее я в своем прошлом видео показывала вот этот вот магазин. Когда мы были в Молли. Магазин от компании Wiener Twins. Вот это вот их логотип, этот кит. И вот эта вот вещь, она вообще выглядит, что... Единственное, что она выглядит помятая. Но выглядит, что ее вообще никто не носил, не стерял. Потому что здесь нет ничего закошлаченного. Вообще выглядит как новая. Но единственное, что она без ярлыка. Сзади вот так вот выглядит. И вы можете пойти глянуть на мое предыдущее видео, где там я показываю, что сейчас это очень модно в США. Следующее, это мужские шорты от компании Chaps. Как видите, они новые с серлаком. Они где-то в магазине, может, Коулс или Джейси Пенни были на оценке. И я их купила, потому что они новые. Хочу вам сказать, что компания Chaps, это компания, самая низкая линия от компании Ralph Lauren. И я считаю, что они выпускают вещи, знаете, ну, немного меньшего качества. Но эти вещи, они также, я бы сказала, такие стильные и более доступны к массе людей, чем те вещи, что они выпускают. У них есть линия, называется Purple Label. Для очень богатых людей у них есть лейбл Black Label. И потом уже идет обычный, это Ralph Lauren. Зеленая лейбл, только женские одежды и так далее. Так что вот такие шорты новые тоже можно найти в Second Hand. Но я не хочу сказать, что вы пойдете в Second Hand, и там они висят, вас ждут. Нужно ездить в Second Hand часто, чтобы что-то классное найти. Следующие, это такие лейггинсы. Это на любителя, конечно. Но они вообще в идеальном состоянии. И это от компании Lululario. Я уже упоминала эту компанию. Сейчас пытаюсь вам показать, как она пишется. Вот так вот. Но эта ткань, знаете, такая на ощупь, как, знаете, какая-то бархатная ткань. Эту компанию судят в США, поэтому больше эта компания не делает никаких вещей. Так что, не знаю, вот такие вот лейггинсы. Я не очень их люблю покупать вообще вещи с этой компанией, потому что они у меня долго сидят. Ну, эти я купила только потому, что они в отличном состоянии. И это на женщину. Там написано Curbs, что означает, когда у женщины есть формы, знаете, там, я бы сказала, широкий таз. И это также на высокую женщину, потому что они будут тянуться. Следующая, это такая блестящая блуза от компании Chicos. Здесь как двойной, я бы сказала, этот лейер, как он называется, да? Что? Ну, это на любителя. Знаете, я считаю, что этот тап, это замечательно, вот если на Новый год одеть. Что ты хочешь, что-то такое блестящее, такое нарядное. Самое главное, что она очень-очень легкая. И, конечно же, она новая. Как видите, с этикеткой здесь нет цены, к сожалению. Это один, это означает у Chicos. По-моему, это small. Один. Да, это small. Вот так вот она выглядит сзади. Следующая, это на мальчика такая кофточка от компании Adidas. И здесь написано Adidas Soccer, что означает Adidas Football. Ее тоже купила в Second Hand. И так она выглядит сзади. И здесь, как видите, на рукаве большая надпись Adidas и Adidasовский знак. Это на 5-6 лет? На 6 лет. Следующая, это такая, я бы сказала, как водолазка. Здесь, видите, будут оголенные плечи. По-английски называется Cold Shoulder, что означает холодное плечо. Это тоже от этой же компании, что и то черное, как платье. Что я вам показывала, здесь застегивается на пуговицах. Тоже от этой компании Joseph Ripkov. И это 6-й США. Я думаю, что это от одного человека, а то черное, вот это вот. Следующая, это такой свитер платье или свитер туник, я бы сказала. И эта компания не из дешевых, а называется Peruvian Connection. И это сделано из, написано, Baby Alpaca, что означает молодая лама. То есть, это сделано из шерсти молодой ламы. Здесь по бокам вот такие вот штуки. Я не знаю, как они называются. Если кто знает, напишите, пожалуйста, под видео. И вот так вот выглядит сзади. Тоже нет никакой закошлаченности. И как я уже упоминала в своих видео, что в США, в моем штате, я могу сказать за мой штат, нет в секонд-хендах запахов. Поэтому, как я снимаю как-то запах, я ничего вам сказать не могу, потому что у нас нет никаких запахов. Иногда бывают запахи, что пахнет мылом. Вот этот вот запах. Вот и все. Вот такой вот классный туник. Следующий, это такая юбка. Ее тоже нужно отутюжить. И я уже шла на кассу. И вы знаете, я чисто углом глаза увидела. Я увидела, что это какая-то качественная вещь. И я увидела потом, что это от компании, от компании Акривз. Это тоже не из дешевых компаний. И вы можете на гугле написать имя этой компании, увидите, какие там цены. Ну, я думаю, что на этом я закончу свой показ. Я еще купила кое-что такого, знаете, всякой всячины тоже выставлять. И то я, я думаю, я не буду показывать. Ладно, всем пока. С вами была Саша. Спасибо. И если вы посчитали мое видео интересным, то подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ставьте на канале лайки, потому что, если вы их ставите ВКонтакте, то мне это никак не помогает. И большое вам спасибо. И увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok